Итак, ребят, всем приятно! Мы продолжаем проходить на эту историю с тема другого мира и на 10 килограмм. Поэтому мы продолжаем этот момент. Суп! Ну, и все еще начинается. Я закладываю, что река. Не надо, что делать. Поехали, что я делаю. И я покинул. Где-то голова. Тебяники. У-у-у-у! У-у-у! Сейчас. Там-у-у! Вот. Прокажу, что река, зацептите марш-лон с тем огромным. Нику, но идея-пред 17. У меня пополнил зима и никакими волосами с тем, кто-то... Морской волны... Припечатали, как поняли, что дарто. Походу, где-то и на голову привезли к съемочку, но он довел опросить. Виду я, кстати, и ярко, наиболее ответ. А приехал к воротам, а где по стамитам я думал, надо задраться. по радио призвали, больше всего не пили, а ты лежишь на хвост и бил, а вы слышите. Ну, вот теперь славит и спущу. Я лежу по странам, увидев, что мы находимся у ворот лагеря. А лежу на кто-то старый, в шубе. Да-да, смотри. Лежу гостями, почему сижу, почитаю. Шторик сидел на протяжении аварии поселка странницы, на котором висел старый армейский котелок. Что это было? Я тушил длиннику. Это расстрелянный и испуганный взгляд. Да, она узнала меня. И значит, узнает кто. Но не помню, как будто было бы... Как будто это было всё. Я посмотрел с этой головы и понял, что она передает добр. Это была большая деталь. Но правда это делается невозможно. Шторик на мощную рукой. Простите. Скажите, долго я был бы сигналом. На моментах, когда я нашелся впервые. Прилучий квартал, когда я сходил. Отпределён билон, где-то не нашел. Мукой виногрец. Прогаялый мастерский котелки в воде с котелкой разгревает кружку, в которой находился ароматный сталь. И купил. Это всё, я не делаю то, что могу. Подталкивание. В общем, это поехало. Чтобы я предупредил, что я сходил в воде с кружкой. И мне было бы приблизительно. Ладно, для дела я всё-таки хотел бы отсталяться, пупить домой. Стопотину мне, думаю, ничего не так найдётся. Заки, кинув вещи в кузов, сел на руль, но машина, как машина, ничего необычного, правда, как машина, как старая очередь, так и видит атмосферой прошлого, но я почувствовал ручку переключать не от скорости, убедившись, что она не на нейтральной скорости. Поставил крышку замок за звуками и провернул его, когда запуска мотора включились и фары, которые включили дорогу и раскрывающейся большими силопримечными снегами. Что раскрывающейся? Не может быть, только ее все приятно, что сказать. На дороге, села вверху с фигурой, с фигурами на Матылке, я видел мальчик с фальшивкой старика, но не осмотреться на силу с двумя желтыми кисточными глазами. Силой с быстрым глазком вернулся в пустыню, что берега на систему брошенного лагеря. Но разве не надо догнать ее? Я выбрал мальчику на машине и побывал за силу это. На шестом стенгу были видны вере заметные следы маленьких снегов. Это означало, что всего это предок, а вполне реальный персонаж. И следы уходили за кусты, которыми я побежал в пустыню с тяжелой одышкой. «Эй, кто здесь?» Сина. На революте я отвернул кустой рукой и увидел, что следы обрываются на ровном месте. Впереди были, была кустая, кирпичная стена. На фото было написано написано, что и здесь не просто так. «Куда она делает?» Странно, так что человек никого-то напоминает, но не могу вспомнить своего бога именно. Да иначе-то это точно оборудована никому попало, а и скорее всего мне, значит она нарушно подвезла сюда. Посмотрев на сиболки на ее увидел что-то блестящее. Это колёж старые знакомые часы заводные на цепочке серебристого цвета. Я подошел ближе и поднял их к земле. Старинные часы с открытой крышкой на длинной цепочке. Стекло кунезрек оставило на месте, и стекло было чуть треснувшим. А на крышке с внутренней стороны были выигры разрованы чьи-то инициалы СП. Я еще раз заглялся по сторонам, но так и не увидел никакого никого рядом. «Что все это значит? И куда делся этот силуэт?» Снова много вопросов и так мало ответов. «Симеон? Ау! Ты где?» Блин, территорию меня уже потерял. Пора возвращаться. Я кинул час от кармана и пошел к маленькой машине. Я снова уезжаю из лагеря. Какие могут быть ощущения? Не знаю. В лагерстве это доканчивалось все, что я наступал в автобусе. А почему это уже в квартире? Сейчас это будет уже далеко не так. Я если прикольное до села, мы уже были names? На Alfano? А это время кофе не забывалось все отверстия на этом. Д buildатель exhale, а они выиграли PERFI Вой, я снова смогité ко мне вернуть. Нет, в последнее время, в последнее время движения приехали на дальнейcamp cáр, coaches, familiares, кто там нет и непростой. И с задачей об этом месте. Я бы рассказал, когда вы думаете, вот эти усили на дальнейше мировые цели, да? Надежду, открыли� к Centauri. Мы это делаем сouslyн, о том, что есть друзья. Но я истинка, как омсил машины, но он на том, что это необычный мир. Но как так? Что это нужно? Невероятно, не обмортили, но в этих действиях это превосходят. Несколько, у меня возникло зрения двигателя, далеко, конечно, не уникальность, но потом оно давно предыдущие. Больше человек отчастливается на внутренности и смешал. Бат на это было так сильно, и другие люди, которые были страны, по поводу ванных акции на реакционных. Не бывает такого. Слышно, ребята, они много лет — это не просто так. Действительно, вангла в 4-е, пройдя в государство, и когда она сам в ровно удерживается, а極 достаточно, и немином одарятся. Ставдался происходит не самым делом, и все это такое сейчас ещё ново. В этом году мы боремся с другим литрами, и когда мы спросили что мы сейчас, мы all �регулировали. Но что за хрупnya? Или я подогнал его здесь не может, но он без опасности не видит, что он и так одиненно на хрупкий взял. В последнее-то время мы приехали к нему домой. Девушка уже спала, старик загнал машину во двор, после чего мы отправились спать. Силы уже не было. Этот день вымотал меня по полной. Столки подбросил одежду на стул и провалился во бете сна. В эту ночь мне ничего не снялось, спала я крепко. В лагере хотел бы ходить из головы, а перед голоданием все подристояли обратить Нику. Матон с головой принял передумывал лагеря, и увидел, что спал с плавишкой на 2 лет, поэтому решил ее съесть. Конечно, не Гарри Поттер, но шрам он, конечно, останется. Кажется. Глоб я не простил сыпь, а по ходу растек, скорее всего, в лагере. Теперь понятно, почему Нику была в таком улице. Нику. Помните его на меня? Возможно. Да, возможно. Это я был ее сном. А, возможно, ситуация намного сложнее, чем Кажется, что на первый взгляд. Кто-то трогатил меня завтраком, а после я собрал свои вещи и поехали на ваш взгляд. Угу. Между троллей отлично наслиял, чтобы отвезти меня, заодно и Машеньку Саньку на ремонт догнали. И заодно начнула мне снегопаду в местной школе, отменили занятия, и Машенька напросила поехать с нами. Нет, давно я так и не приехал тот самый 450-й, что забрал ту девушку, и которая каждую ночь войдет мне в сокрасную и далекую, чтобы отлично не закрыть глаза. Многое, но я как минимум ждал его. Ну, Сёмыч, вот мы и приехали. Тут насюда в дороге с тобой расстыходишься. Надеюсь, ты нашел стычка. Спасибо вам за костепинку и готовность, чтобы ходить в лагерь. Он действительно важен для меня. Удачи вам, деда Кемен. Приезжайте, Ариша. Вот вам подарок. А, она прохинула мне рисунок, чтобы рисовала тебе вечером в дом. Машенька была девочка с пушками. С волшечками и жёлтыми глазами. С рваным в красном платье, который протягивал грибочек. Маш, а где я делала эту девочку в школу? Пушку. Машенька была только подвеской на долг щёчки и покраснела. Обоснела. А она иногда снился мне, где мы с ней вместе играем. А вчера она сказала, чтобы деда, который приехал к нам в луночку. Расчелось, но я пробежал ему для мурашки припел. Средняя девочка принесла вопрос, что она предупреждение. Машенька, ну что ты такое говоришь? Это же для себя лишь сон. Не надо так погодеть, дядя Тома. Нет, это не просто сон. Это не может быть пропадедия. Ты в этой комнате на дороге? Это перешили рисунок? Кажется, я её знаю, но совершенно не помню. Я помню, что той с мамикой, когда она её увидела, это, скорее всего, тоже пусто. Спасибо, Машенька. Я обязательно буду рискуя сходим твой подарок. Слушайте, деда, и будьте хорошей девочкой. Ой. Удачи вам, дядя Толя. Берегите малышку. Я последнюю руку ищу крепкая рука поздатия. Сеомыч, Сеомыч, и тебе удачи. Я истерия надеялась, что ты добьёшься своей цели, несмотря ни на что. Я решила, что он признает, где меня искать. Мы с Машенькой будем тебе рады. Обернёмся на перрон и помахав Толикоевой и его внучкой рукой. А дальше всё, как в тумане. Поехали домой в родной город. Порой казалось, что мучили бы котец, по которому космосматривает на меня. Но это, скорее всего, игровое отражение. А что удивляешься, что искал? И да, и нет. Лагерд существует, но он заброшен. А пионеров, как и о том, что там случилось, никто не знает. И то, что нравится не говорить об этом. Споказатель пионерки и девушки. Но я не спокоен тоже так же ничего не узнал. Настолько я выложу задержимое кармана. За четыре фотографии оплатался. Шотиком. И девушки ломаются впереди под сна. Так же, как тоже всё-таки происходит. Когда приедем домой, надо будет ещё поискать информацию. А если понадобится, то ещё раз поеду на встречу с подъёмкой. Пойп прибыл во втором часу ночи. Так что ждать автобусов максимума нет. Сильный уехал в вечер со снегом надул прямиком в спину. Но тогда у меня спил. В смысле, эти соряды чесновали по голове, в противостреборисовке общей картины. Я потянулся в карман за сигаретами и открыл пачку. Закончились. Твою же... Сколько вкусную пачку, он ловко бросил её в урну. Куриня убивает, а ты нужен мне живой. Так всё дешко забыл. Вспоминаю фразу анонима. Представляю, каким бетоном он это сказал в двух. Знать бы ещё для чего нужен. Что-то затыкало у меня под пальто. Часы? Но я уже не заводил их. Охотился за день на чапочку, и выключили присты часы из внутреннего кармана. Принесая их в кухню, я услышал отчётчивую работу механизма. Супорная строка двигалась в обратную сторону. Наверное, она грядилась по сторонам, только сейчас обратили внимание на то, что летят стих. В охоте снега словно стали падать снегами. На горизонте таялся непривычно до этого времени горы туман, который продолжал сбываться. Электронная строка двигателя, что летимым моделином, вместо обычного гидонного цвета, фасхировали краски. Показывали чехол и телевидение. Я бы попробовал демонстрирую. Сверху. Материна отказывалась не спешит. Домная пропадеджа. И туман показал конкурент нечто большее. Нечто большого. Нечто большого. Медленного. Продвижающегося ко мне протокол дороги. Старый красный автобус, где маршрута на категории 410. Медленный наплыл на очновенной дыркой в моем сторону. Его правая рука за руку в кабле. Его правооспар из-за ловисти горело. Нет, не светилось. А его наполыхало, словно укасал его. У меня не было. Я же тот самый пропавший, при этом автобус, на котором находились легенды. И это тот самый автобус, что назвал «Захтный автобус». Автобус Медленный автобус остановился напротив меня. Я понял, что он должен нас видеть. Ну, дракши, 410. Вот мы и свидетельств. Снова. Страх, что шов на нет. А на железе дошельского автобуса стало тепло. Ведь я точно знал, когда меня увезет этот автобус. Конечно, так и не получилось подобраться к истине происходящего в этом мире, но кто-то, да, кто-то его не оставил. Дешних шагов я принялся с петербургского автобуса. И все-таки, кто-то предоставил мне свой шанс. Сколько мне было бы дать времени? День? Два? Неделя? Ответа не знаю. Но я точно уверен, что сам увижу знакомые мне лица, которые навсегда остались в моем сердце. Так и ожидалось, что рядом никого не надо. Настя на протяжерское место и вставайся на окна. Держи площади этой метки закрываются, чтобы все так же медленно остановить место, загоняясь под холодную меру. Надо приделывать и следующий билет. А если не надо билет. Следующая остановка лето. Семен. Что? Кто здесь? Вступил в автобусе, Вот это момент единственное, что я вызвал к архида. Я вставал до авт Bolner и приехал в автобусе трехсидесятого маршрута. Все зарезал, все параллезировано, нам не надо пошевелиться. Точно! Разрешается в автобусе. Тогда где я сейчас? Семен, ты меня слышишь? Но все-таки пришелся, и одна австрика вернешься. Голос, который осуществлялся, отрицал, как голос, что пионерки вспомнил от меня. Но все же я осуществлял его раньше. Женский, приятный, восстающийся голос. Сказалось, что он не смирил самого временного человека на небе. Торча в этом упал и попросил об этом. А почему я не могу вспомнить? Я... я... не помню тебя. Прости. Я видел собеседницу, но был уверен, что она улыбается. Просто еще не пришло то время, но однажды ты вспомнишь. Обязательно вспомнишь, а пока отдыхай, ты ждешь трудный и долгий путь. Постой! Почему? Я пришел прийти сюда физически, а это сложный, опасный и очень рискованный процесс. Береги себя, Семен. Я буду присматривать за тобой. Да о чем ты говоришь? Как это физически? Ответом была тесня. Да что это все? Это все значит. Еще. Все окружение теснуло, затем еще и еще. Постой физически в ушах встал до мастерского мотора. Все несколько секунд после того сильный толчат, а затем мы остановились. Так, стоп. Птицы? На улице за минус 20 должно быть. Значит, получилось? Я же так же не мог пошевелиться. Руки и ноги отказывались меня сушиться. Но под собой я ощутил все то же дерматиновое сиденье. Постойчивое тело не изставляло одного от боли. Не карет. Интересно. Головар сказывается, что тело какое-то вакуум. Но я уже могу отверглазать, даже немного пошевелиться. Копытка стажа пришелся к провалу. И я упал на полмеж сиденья. Направь. Наверное, она это имелась в виду физически. Все, ломит так, что он набирает в категорику, который упал в 10 секунд. Слушай, блин, такой классный. Давайте, что я... Все, он готов. Придорвая себя окончательно, я попытался оглядеться. Холькский Арктик отметил, что он совсем почему-то не так. Если быть точнее, то там был наклонен на правый бок, а за окнами были виданы свойные деревья, лодка одного из которых обыстрялась форточкой. Более, что они летели в самом мире на высыхать, и я решил медленно подняться. Приехали? Спросил я. Скорее всего, уточнили. Особой только был представлен, что, впрочем, неудивительно. Куда ты меня врешь? Сердцето. Поднялся, где языка пристрамывая, обоих рукав салона в сторону кабины. Верлем, как и ожидалось, никого не было. Мотор заглох, а здесь или чертые стеклоотвестителя отчаянно страдали снегутыми в одной зереи. К походу. Конечно. На них пространственный транспорт и машина времени принесутся похожи. Прискажите, что это такое? Это 13 две двери. Попал снаружи, я окончательно убедился, что пошло в лето. Но у меня получилось. Первый день у меня встретили солнечные лучи, упорно пробивающиеся через скромный дверь и немногочисленные тучки. Как оказалось, автобус некоторое время ехал по дороге. После чего он, потеряв управление, ехал в лес. Продолжаем. Абсолютно. Как оказалось, автобус некоторое время ехал по дороге. После чего, потеряв управление, ехал в лес. Благо, он не мило, одно дерево не закупил. Обладая его по кругу, я не нашел ничего таинственного или мистического, сформировав все теоретики и этого факта, что транспорт крепко застрял. Влагая автобусной еще раз, я решил осмотреть кабину в том, что каких-то предметали, которые могли бы мне помочь. Обычный автобус, и все как обычно. Странно, что в голове я вспомнился именно эти все. Но именно эти строчки песни. Который он пришел надежды заплатить мотор. Общетный. Старт первый не издал отходить на кабинет никаких звуков. Ну да. Ну да. Пошел я. Изборщик учил кармандрюк, и я стал осмотрел кабину. Горость еще в средствах моей признала в мельницу, а звука была в бобину с дуретами. Мой взгляд, отрыгнулся в кабине, пока не увидел боевство родителя над головой баллой стекла. Челандов Михаил Юрьевич. Воспинь. Отверждательный пропавший отец, о котором мне рассказывал водитель Пальдика. Надо узнать, что с ним. Но для начала нужно понять, где я вообще нахожусь. Был очень душно, поэтому мне рассказывал пальцовик с артистами трудособицей, постепенно добрался бы от одежды моих формальностей. Но от этого я заметил потеребристых часов смерти. Пропали? Я иисус. Я иисус. Я иисус. Это был очень лучший отец. которая искала сестру, тоже здесь? Если я забрал этот автобус, то я наверняка постигла та же участь, что и меня. Бедняжка. Интересно получается. Я её практически не знаю, но уже переживаю за неё. Я могу понять для меня только одного. Почему я оценивался в послугу сестру, которая сверху в дороге? Я с ним не знаю. Выходит, она тоже себе так сюда попала? Или нет? Это совершенно маршрутные указатели. Много штуки действуют в одной двери. Хоть автобуси далеко не ухудшились в дороге, всё равно пришлось на мать несколько лет, так как я АБ скатывал перед машиной. Мне не хватило лишних вопросов по специальных свидетелей. Мне не хватило лишних вопросов по специальных свидетелей. Что на эмарке МАК-ФЛАЙ, который прячет неправными белая реальность. Но дело уже мало. Осталось отпускать радиус. Выдевая на дорогу по колее, я понял, как только на неё ехал в автобус, и исключительно идти туда, куда он не доехал. Все это сыграл крестивыми окрасками ровно так, как это было и тогда. Я пустяки в лаванных спорциях прожил голову. Смотрите мне, я вновь здесь. И значит, они были реальны. Но я делал шесть месяцев столбов при детском старках стопы. Так. Особенности нет. Это я только понял, что практически ничего не помню. Точнее помню, но лично бросили. До этого по мелочи. Идивительно, что я помню точно это то, что было после снов. Помню, как искал этот автобус 410. Помню разговор с водителем Пальдика. Помню поездку к дяде Али Толи и его внучка. Хороший чуй дядька. Искалол за меня. Заброшенный лагерь с прозорывшими воротами. А затем... Нику... Точно! Она видела меня. Хм... Узнает ли сейчас? Надо быть как-то осторожно узнать о неё об этом. В пункт камере на дороге я пошёл дальше. И платок этот... Я же катил руку в кармане за 100 платочек с щитой на амином алой розы. Впрочем, это ещё не знакомка была. Как я могу забыть при неё? Ведь это именно она подарила его мне. Странно это всё. И хотя тогда автобус укатился с дороги, я же должен был... Кажется, я что-то вспоминаю. На горизонте за маячей для уже знакомой опоры и лэп. Я уже знал, что это тоже по воротам будут все самые ворота. Но я не мог перестать. Вера нервничает. А вот и они. Это были ворота солёнка. Тем самым, о котором удалось не вспомнить весну. Нет, это определённо были весны. Это что-то большее, но я пока не знаю, как это назвать. Когда я прошёл ближе к воротам, моя руха не очистилась. И меня прошёл в под. Приступ в под. Буквально ещё пару дней назад я был тут. Рыбинство выглядело мёртвым и брошенным. Но сейчас он играл всем возможными красками и испытаниями. Выходит, у меня получилось. Мне кажется, у ворота не было. Возможно, он и ехал. А возможно, на релаксе. Как-то странно на меня подъём автобусе, который застрял неподалёк. В некоторое время я осматривался в пейзаж, чтобы исполнить все какие-то декады. Пока меня не отрочили по рот, и я обернулся. И наоборот, выглядела уже знакомая мне с этого волосая девушка, с той мягкой формой для неё красками и голубыми глазами. Су... Су... Валя. Я считаю, что это звучит. Без сомнений, это была она. Мне просто переполняли эмоции. Медница. Я ворота с самонизольной фотографией платок. Настоящая, прекрасная, юная девушка, которая, скорее всего, даже не загадывается, что это на месте и что это происходит на самом деле. Она удивленно посмотрела на меня, но зачем улыбнулся, потому что я подошла ближе. Привет, ты, наверное, новенький тот самый новенький, что опоздал? Опоздал? Получается, я не знаю, что я до этого буду приехать. Но откуда? Хм... Разве опоздал? С противоразделенным волосом. Немножечная красота она случайно улыбнулась, но сцена продолжила. Нет, что ты. Пионеры приехали несколько часов назад на автобусе, но туда среди них не было. Она нахмурила гроба. Между прочим, Ольга Битлевна переживала, когда меня досчитала, что было пионера. Хотели уже вероятительно твоим звонить, но я обговорила её немного подождать. Затем я сюда прокопался, куда есть список. Очень странное место. Если искать информацию, которую я нашёл, то ЦП случилось везде почти 2 года, и в это же время пионеры пропали. Меры, наверное, да ещё в проекте не было. А значит, либо в этом мире есть список за родители, либо это место генерирует информацию о каждом находящемся тут пионере. Прости, да я это... Везё на автобусе меня перепривет, он подбирает центр живёт. Врат я не умею, но похоже, моя легенда всегда сработал. Я славя улыбнул. Правда? Славный. Ой, не забыл представиться. Но я полная имя славянова. Но мне и серия за врат меня славя. Этой так зови. А это да как? Ой. Так. Так. А раз мне, раз мне я не помню, однако будет взяваться в роли Сейнера. Но до той стороны, наверное, это не так уж и плохо, но главное не забыть, зачем я здесь. Ай, Семён. Очень приятно. Я улыбнулся девушке. Славьи нам говорили о Мерла, и Рамзи внимательно посмотрела на меня со своими тихими голубыми глазами, словно что-то вспомнила. Но тем самым нежно улыбнулось. Я вершу, пока её не спрашивать надо будет подобрать в следующий момент. Очень приятно, Семён. Ладно, пошли скорее с вожатой, надо подсказать, чтобы она не переживала. Но заодно я выделил форму. И чтобы узнать больше об этом лагере, нужно поиграть. Нужно играть по его правилам. Пойдём, я хочу, чтобы игры не отнимали панику. Заворотами по левой стороне, буквально через 50 метров, находилось здание клуба. Постарк выглядела нам намного свежее той, что я видел в своей реальности. Славь заметила мой взгляд, устремлённое на старое здание. А тут у нас клубы. Пусть сказала она. Конечно, одна все это за здание. И, кажется, не только он вспомнил свой свой образ. Стол с приёмником, модель для самолётов на стенах и подсобное помещение. А, возможно, это местный склад. 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 Все, что я уже не помню. Но раз уж я решил играть в роли, но бы предыдущего, трудно ей придерживаться. Клубы говорили. А чем ты занимаешься? Как это чем? Пусть она своего рода мастерская. Надо тебя как-нибудь познакомить с ребятами. В одном из помещений рождался грохот. Тоже по звукам, что кто-то поступил. Затем двери клубы сразу остановят, и оттуда вылетела девчушка, где она бить перед четырнадцать. Снова в бланках снеязь и размахивает чём-то в руках. А вот и не догонишь. Бе-бе-бе. Не замечая нос. Не замечая нос, она показала ей доктором дверного проёма. Где-то секунды спустя показал, что запутывала лошадь и запасавшийся пионер в очках. Ульяна, прекрати немедленно. Верни котушку. Это не смешно. Ульянка. Девочка-катастрофа. Я помню её и её детская жарка, которая так и хрешит через крайне скончаемый потоком энергии. Верни, это самая инстанция и кормонервная реакция сезон подъехал. Это собранная века со футболка, что она сочетает, напротив, напротив, что ещё за час был в губинстве, но здесь всё, но кроме на береге не обнаружилось. Яроскопытывание лошадь и спокойствия, но так всё не должно быть. Так что она уродная мушка-то. Ульяна, прекрати. Ты же всё над чёрком издеваешься. Многая девчонка наконец заметила нас. А что он такой зануда? Пусть убегает. А то он судьба на опороции. А вторая же ты только и делаешь, что придёт дышать. Молубка на лодку не садёшь её дышать. Ульяна, если вот собрать человека на улице, то это не надо по-другому делается. Так что другому она и не выдержит, что из первой изделлоги стоит. Сами подправим по правилам руководства и вот мы с вами проедем. Ничего подобного. А как и столовые, ещё по делам. А тут она сработает. И вообще, мы, в отличие от некоторых, нужным делом занимаемся. Ой-ой-ой. Что же мне? Дела велики. Пусть бы радио починили в лагере. Вот починим. Протережу Серёжу. Видно, и всё. Туше с радио? Ах, да. Голос Савянка. Но, выходит, что оно не работает. У Ленка, кажется, только вся гонезония. Ух ты. Сваря, а так кто с тобой? Смотрите. Больше проказничных не узнаешь. У Лена изобразила велики и тянула катушку в шурику. Походу, это сопринятие больше не интересовало. Кстати, теперь у меня появилась новая цель. Я. Ладно, Найки, ещё увидимся. Но, когда я перестала, она подняла меня, и, потому что, в какой-то последок, прибегал в сторону площади. Со временем, он Шорик подошёл, куда ближе к нам. Спасибо вам, ребята. В доме выезжая, что пропало моя катушка. Он приснёс на мою руку, вздох, приветствие, и предложил. Александр, выживайте меня, Шорик. Я уже привык. Я поднял ему руку в ответ. Ничего. А, вот. Семён, очень приятно. В доме мне стало жутко. Но, не покаживая этого, я улыбнулся. В конце концов, он не помнит ни меня, ни события. А значит, всё нормально. Это был сном. Два кружка. Два кружка. Шурик. А та девочка. Ульяна. Да, именно. Так, значит, ты нам... Ну, давай, заходи к нам. Я тебя с Серёжей познакомлю. На все, что я могу скажу. Но она тут настолько интересная. Я почти не скучу. Как говорится, покажем, поможем, научим. Как по мне, это не плохая идея. По трафике не будем скучить, надо в досуге. Саш, Семён Позже к вам зайдёт. Он Дмитриевна его уже задавать, наверное. Ну, раз Ольга Дмитриевна, да ещё и задавать. Он дойдёт, когда я стремился, он не взял куда-то встали. Спокойно поправляю очки. Тогда я имею права вас задерживать. И отсутить его лучшую Шурику. Что же, видимо, мне пора на ковёр с Ксёсом. До встречи. Шур, повторюсь, уже детишка и я. Удачи с ним. Быстро же ты находишь обчинет их с Леоншом и людьми. Я чувствительно хотел приподнял вопрос. Ты подсчитаешь? Смотри, там. Мы тут две приехали, а он же интружился с Шуриком. Я даже в реакцию приглянулся. Хочу сказать, что я её даже... Хочу сказать, что я её знаю уже давно. Они меня как родные, только вот подробовок мало. Но помолчаю. Всего я не понял, что мы идём дальше, чем... Откуда они меня могут вспомнить. Что ли ещё будет? Просто видеть относительно другая. Я рекомендую в своём, а не... Городе. Я ещё к себе прекратил выжить. С моим утром не посмотрел. Лучший дурак. Чуть не прополчался. А что не так с моим городом? Ну, как тебе сказать? Думай с ним, он думай. Там, откуда я родом? Друзья и реже обращают внимание друг на друга. Все ещё ходят хмурые, необщительные. Да и лето там не убедишь толком. Ставься, вот с удивлением я смотрела на меня. Как так? Это, наверное, какой-то военный город на Севере? А девочка-то смышлённая. Ты так и думаешь. Да, так и есть. Да нет, это засмущалось. Знаешь, а я ведь тоже... Я вспомнил её. Кажется, я помню смешную. Ну что, конечно, но большую часть... Даже какая же она милая. Другая резко посмотрела на меня за том, что он взглядом. Он уже вспоминает. Саша, ты понимаешь? Да нет, всё хорошо. Но я бы так и не сказал. Ну а девушка-то ревстрелённая, которая заглядная, что и до сего она делает. Но сейчас... Ещё я тебя вижу, что она запутывать и не может собраться. Но на меня это вообще не похоже. С другой стороны, она обычная подросток, с которым он также свойственно особаться. Ну пришли... Ну пришли, Симон. Ларше там, мне нужно ещё дела доделать. Ох, Славя, что же ты вспомнила-то? Не думал, что она скажет об этом. По крайней мере, сейчас. Удачи и спасибо. Славя, виновата, улыбнулась и быстрый поход, сколько и пошла в сторону склада. Только сейчас я понял, что мы пришли к этому вожату. Дом, милый дом. На посещалке и за двери послушался знакомый жадкий голос. Открыто. Ванга Дмитриевна. Очень красивая, зелёноглажая девушка с потрясающей фигурой. Примерно моего настоящего возраста. Может, дальше чуть младше. Знает ли, возможно, наша вожата почувствоваться ЧП? Думаю, нет. А она, скорее всего, тоже такая же жертва, как из Пионера. А, может, она что-то заметила? Что же, постараюсь это выяснить. Примерно. А наконец-то ты забрался. Мы уже все переживать начали. Думали милицию звонить и твоим родителям. Автобус приехал, а Пионер Перстунова нет. Угу. Родителям. Простите. Я... Уже за ними не улыбнулся. Ладно, потом мне расскажут, как ты отбил сангруппу. Меня зовут Ольга Дмитриевна. Я рассказал этого отряда. Я рада, что тяжело не вредим. Они знали, что я должен был сюда приехать. У меня даже всегда алиби есть. Значит, я как-то отбил сангруппы, чемпион автобуса, который ехал в этот лагерь. Ммм. Зря кто-то этим стоит. Ольга Дмитриевна, а как вы узнали, что я отбил сангруппу? Семен, у нас тоже глупые вопросы. Опять. Ольга Дмитриевна, а это серьезно. Уже зато удивилась. Ольга Дмитриевна, там обязательно поговорим на эту тему. Мне тоже очень интересно. Настя, как так получилось? Ольга Дмитриевна подбогнула меня. Семен, все домики уже заняты, поэтому держи крюки. Будешь жить тут, а мой. Ольга Дмитриевна, а я и не удивлялся. Мой с руки нужно один передать по делам, а ты не теряй времени и не еди на шквар. Солчатая должна быть наша пионерка, а она будет в себе форму. Такое ощущение, что я потом снизу лагерь, священную и теперь здесь целый доник старается подстроить и падать из случайных так, что он на селе вытащил дуэл додуманное изначально. Вот поем, выдвигаясь. Малышный доник. И он любит ревназа хрупную дверь и бытер шагом правил с вторым зданием администрации, по путам шпорского приобеда. Вот этот его вожатый. А за то, что я хотел попросить твиттером в автобусе, было все равно жарко. Вообще на этом были теплые ботинки и жизни далеко не летнего возраста. Варианта. И выделяйся все, тут я нервно жидко хотелось. Благо, территорий я на лагеря в Алюминии Фай. Помню, что это мне раз направился на склад. Я изначально вышел по дорожке, но поворачивая мысли, в голове я пытаюсь собраться их в одну супочку, куда разгаривают пейзаж этого замечательного места. Удар был не сильно, просто я не видела его не обидалась. Смотри, куда идёт придёрок. Эй, не троллейбус, обойдёшь. Продолжение следует... Видимо, они не обманут. Да, трамвай. Алиса пристально догадывала линию в тот время, а подклона её достаёт ул. Норенький, да? Продолжаем. Норенький, да? Алиса. Рыжеволочая хурриганка отправлял на мангау, так она летячь и подтянула мне руку. Я вызвала её в ответ. Семён. Аккуратно, вы спешите, Семён. Я обстану себя за воротник, укладывая на черную запаску. Что-то перестает поделяться из толпы. Стоим, что я сильно предъявляла мне. А то прямо-то я вот так не буду поделяться. Да, девочка, трамвайла, что я взлетел. Выпускал от возраста в центральной машине при умершей форме. Сиганами расчетят, пока я новенький. Меня не спулюсь, я понимаю. Я очень, конечно, у нас не значит, поймайте, поймайте. Не могу сказать, почему, но я его даже стесняю. Возможно, я не буду его седать в стороне. Непрестащийся, когда у кого-то прекратился перед мониторой, у него приятно не простреливая информацию. Человек, который бросил её тёпы, когда он друзил и потянулся, хорошо отстрелялся от всего. Мне стало тошно. Я не хотел быть тем, признательным, которым вы не обожидели в жизни. Раньше я бы не вражден за на это внимание. Возможно, прогоноли его бы. Но сейчас не могу. А что же такие выводы? А все блюда? Аликсин наше удалось. Или хоть это кандидат обратно? Слылывали по фазеренам, а хватит их, что их решено не поделать. Так и я думала, а если не страшно, то приходи на сцену поцелу. Я сам всё узнаю. По-другому себе, правда, она стреляла пять, 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 восемь. Не, давай ополнять, что не столь я, а один и его столь. Она, может быть, примерно, узнанная. Интересно. Стольную, стольную, она мне. Опять же, каков, не больше, чем просто детская шалость. Я машинам дам, тестов, детский фон, и посмотреть, что романтические штуки. В восемь веке подойдёт. Я заметил, что Аликсия от Эмбиринга. Но она просыпает на телефон мои фото, как-то удивит. Аликсия от Эмбиринга. Будьте, брать, забудьте, что такого нет. И сейчас она спросит. Спросит. Что это у тебя такое? Что его ожидать? Так, да девушка одна из Японии, потом покажу. Нет, подойдёт пока не сейчас. Давай ещё окнёмся. Логи договоримся так. Ты, ты, я же, слушай, я бы определил, что это такое. Прождался Аликсия на всех сюрпризе. Допустая, что его отнять, я не угадал. Это хорошая новинка. Ладно, посмотрим на твое поведение. В общем, он сделает тебя на сцену, ой, 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 ой. Вы уже даёте, даже можно не много иначе. В теченческом натре я пришёл на место. Дарца была приоткрыть, а Буршей воржавый замок, который был прожарен в зерновую ручку. Я загружал надо же при помещении, и спросил. Видите, кто? Выходи, не бойся. Выходи, не плачь. А-а-а-а-а-а-а-а-хе-хе-хе-хе-хе! Шидорович, Шидорович! Помните это! Вот те, кто играл в Тонкера, перед входом в его подвал была надпись «Выходи, не бойся, выходи, не плачь». Я это помню, кстати. Было, по-моему, такое. В плохом помещении я увидел следов. Эта девушка оказалась прекрасно, независимо от того, о чем она нас занималась. И каждый пионерка шестертировала форму и постельное белье на парадном корее. Грязная в одну, рваная в другую, очистая в третью. Я приспособлась и напугаясь, я легонько постучал в открытую дверь. «Привет, еще раз!» Эта девушка смотрела на меня и алыкнулся, что так же продолжал сортировать белье. Похоже, она забыла про нашу двору домики, чтобы делать, что его не было. «Привет, ты заформи?» Движения вставили грандио, с холодными и отточенными до идеала, я это забораживало. Она была приверживая основной корзине изящной, как галерина, я разворачивала его, а затем продавала на него на диспетель и дубер, а в результате движения вплывала в другую корзину. «Это была не уборка, это был пентамент». «А?» «Да, да, заформи?» «Слушай, а как ты это делаешь?» «Что делаешь?» «Спасибо, девушка, если так же мило улыбаешься». «Ну, твоя уборка, ты с такой легкостью делаешь, такая скучная работа». «Хе-хе, Славя засмеялась». «А кто же это и не еще будет делать?» «Вы если ты будешь думать, что работа скучная и нотная, то только она и будет проходить без тебя». «Нужно бы себе искать плюсы». «Да, кстати, я согласен». «А я прошу в наше помещение обогателем на старый комод». «Да, да, пользуйся обществу». «На это обществу тебе даже просто спасибо не скажешь». «Мне не надо этого». «Достаточно того, что я буду дана надеть, что кто-нибудь пионер наденет чистую, расчетную форму и просто будет рад этому». «Да для него кто-то привозит в свои усилия и время, чтобы взвести ее в порядок». «Эх, Славя, ты даже не представляешь, как я не настолько неблагодарен миру, из которого я пришел. С твоими убеждениями тебе пришлось бы не легко. Но я не знаю, что помнился мой город. Просто куда-то я спрошу, куда-то спрошу, не обращая внимания на окружающих. В случае с тем, да-да, люди будут проходить мимо, потому что это не химический счет, а значит, это поможет просто другой. «Конечно, не все люди такие, но именно тех, кто не пройдет мимо мало, и в нужный момент их может не быть рядом». «Эх, Славя та. Эх, Славя та, кто не пройдет мимо. Это точно». «Семен, о чем ты думаешься?» «Думаешь, каких-то вообще мало». «Славя покраснелый и стеснялся». «Иди переодевайся, а я приготовлю себе эту форму, а нариси через пеньки стула. Своей ряду можно слезать там же, я тебе ее позже принесу». «Воршаю, амигом». По моему удивлению, оказалось, что красота размера мне. Обожаю, что пришел заводиться с галстиком, но все, как и некоторое время, пусть мне прицепили, а давайте его позадать. После переодеваться, я уже собрал люди к выходу. Конверсильный склоняк пропустил окно, и в помещении взлетел белый травмористый листок. Упросил я и взял его в руки. «Я теперь все пальцы ввели в клочок бумаги. Записка написана моим же почерком. Кто-то нарочно это подбросил. Я уверен, что минуту назад здесь не было ни этой бумажки». «А кто?» Дверь скрипнула, я бы торчунула допуску в карман. На пороге покрылась файла. «Ты чего так долго?» «Да тут, это, я не могу же вязать». Проверкал, как бы подошел ближе, и до нее елка повязала мне галстук как надо. Я ощутил ее лицо с этим рядом. Ее дыхание и запах. Оно похоже на того очень приятным. Кажется, это была сирень или кружевник. Ого, спасибо. Немножко нежно улыбнулся с ней. Вот теперь другое дело. Пойдем? Мы сейчас скоро отправились в полога. Седьмой головы, господи, не выходила тогда писка. «Ты здесь не просто так». «Конечно, а так оно и есть. Я буду как машина отправиться сюда, для того, чтобы принять что здесь происходит». «И как я мог об этом забыть?» «В моем мире у меня ничего не получилось, как будто лагер сам не хотел этого». «Коб будто лагер сам не хотел этого. Может быть, здесь также?» «И... Вику?» «Позже я на тот момент». «Семен, что с тобой?» «Ты какой-то задумчивый». «А?» «Да так, думаю. О чем же?» «Надо как-то принять всем». «Молодец, тут моряканый клубик». «Посло с удивления, посмотрев на меня». «Есть, но там всего четыре человека». «Ой...» «На... это умеешь играть?» «Я не могу уметь играть гитаре, даже вдруг гриппы, что когда-то стоял». «Степотелось бы, так?» «Да...» «После тебя раздвигались, сначала один ушел, затем другой, так и распали». «Передник, она не совсем загрустила». «Это печально». «Ой...» «Кстати, да, сохранить надо». «Тебе, наверное, тяжело было». «Да уж, приятного было мало». «Тебе, главное, не пускай руки к ним, если хочешь что-то добиться, иди к своей мечте». «Временом анталкедовании основного значения». «Ребят, я иди предлагаю закончить и продолжить уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока!»